настало время готовить мотоцикл к лету цепи у меня уже никакая передние колодки стерлись и тормоза хочу прокачать поэтому сегодня я я вчера съездил магазин купил себе новую покрышку вот купил себе цепь колодки покрышку вот она новая вот вместе с камерой цепь видовскую не нашел 7 взял такую вот через двадцатую 110 звеньев прям под меня дошли с не придется и колодки взял значит зацепи отдал 810 рублей за колодки отдал 300 рублей за покрышку вместе с камерой я дал 2200 вот сегодня значит хочу поменять колодки оставить новую цепь и прокачать тормоза сейчас будут все снимать чтобы сразу отбросить вопросы по поводу моталенда сейчас расскажу что мы с ним будем делать значит разобрал его андрей полностью ну как полностью двигатель снял с него все короче на весной снял кроме там колес вот короче колеса стоят на месте право вся прикреплена все снял только двигатель с карбюратором ну со всей электрика всеми тросиками значит в этом мотоцикл мы хотим ставить поршневую 160 кубиков вот карбюратор микуни ну или машними куни ну корочка карбюратор на поршневую почти 160 кубиков чтобы он туда без проблем пошел а с этим двигателем не знаем что делать скорее всего переберем продавать или еще куда нибудь что не придумали вот а то будут в комментариях спрашивать что вы с лендом сделали значит 320 цепочка она вся жирная перчатки у нее нету ни купить будем пачкаться цепи же идет в комплекте замком значит где там замок у нас другой стороны вот значит уже в комплекте замком что я значит хочу еще свою цепь сниму вот поскольку снимать там будет неудобно как снимается цепь пытаюсь тут на пальцах объяснить то есть вот этот замок он снимается и вот эти два звена цепи они вытаскиваются вот получается когда цепь ставится уже на исходную вот этот вот шток вставляется вот в это отверстие и цепь она цельная становится как значит снимается вот этот вот замочек отодвигается назад потом вот эти вот два штока вытаскиваются и вот сюда вот ставится вторая часть цепи и все это скрепляется сейчас старую цепь когда снимать буду замок скорее всего чуть сниму а потом уже камеры сниму как что и дальше вот значит нашел замок на цепи замок на цепи найти очень легко потому что все звенья у цепи сбоку как восьмерка а замок если посмотреть то он такой как называется овальный его то есть смотрите просто на звенье ищите вот такой вот овальную фиговину как знаешь снимать замок с одной рукой тяжело будет на стараюсь показать задача разжать вот эти ушки вот и вытолкнуть замок туда я это делал пуску да да готова вот я вытолкнул назад все замочек снять вот он дальше что делаем дальше выталкиваем те штуки своих посадочных мест вот так и вытаскиваем сам замок вот замок снят этот замок и скорее всего выкидывать не буду оставлю его вот значит что я сделаю дальше я натяжитель цепи закручу до самого максимум то что цепь новая не растянуты буду так и оставить и потом когда уже поставлю цепь натянуть цепь как мне уже надо будет то сейчас эту цепь просто сниму вот таким образом отправлю ее на мусорку и заднее колесо натяжителем ну натяжитель туда закручу чтобы оно как можно ближе передвинулась к двигателю как колесо значит подвинуть ну как натяжитель цепи до конца закрутить первым делом надо открутить ось я уже я открутил находит мы берем ключик у меня он на 10 сначала контргайку расслабляем и просто закручиваем таким вот образом до конца натяжитель цепи с одной стороны и с другой стороны точно так же вот закрутил натяжитель цепи не до конца но я думаю этого хватит чтоб цепь повесить если не хватит еще откручивать не проблема вот сейчас вернуть к новой цепи не буду с ней снимать замок поскогубцы теперь нам нужно с нее снять вот этот вот замок вот и уже поставить на мотоцикл два 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 три Не хочется лизать. Нужно взять отвертку. И отвертку ее поддеть. Отвертка все будет сделать очень просто. Готово. Вот сам замок. Разъединяем. Вот так сделаем. Она у нас вот так была надета. То есть эта часть будет сверху. Замок должен стоять вот этой штукой. По ходу цепи получается. Наживил цепь. На звезды. Теперь нужно поставить замок. Сюда. Сюда. Замок стоит. Теперь надеваем вторую часть цепи. Важно ее определенной стороной ставить, а то она не зайдет туда. Вот. Зашла. Теперь нужно сам замочек надевать. Замок надо надевать по ходу цепи. Самок как надевает. Сначала вот так вот ставится. На один шток. И потом вот туда вот его нужно затолкнуть. Я делал плоскогубцами. Таким вот образом. Бам. Все. Цепь стоит. Что дальше? Теперь я с этой стороны примерно натяну цепь. До нужного уровня. Даже не примерно, а натянуть цепь до нужного уровня. Как значит правильно натягивать цепь? Цепь должна быть в натянутом положении, то есть как струна. Когда у вас маятник задний находится в горизонтальном положении. То есть когда у вас маятник задний вот так вот находится. Сейчас у меня находится не в горизонтальном положении, но я уже примерно знаю, как должна быть натянута цепь Вот в таком положении И Насколько я понял После опыта Вождения таких мотоциклов Для каждого веса Цепь должна натягиваться по разному То есть допустим Если я вешу Допустим 55 кг Я не выше 60 кг вешу От 55 до 60 То я цепь натягиваю Лично под себя Потому что когда я сажусь на мотоцикл Он просаживается до определенного уровня И цепь у меня когда я еду на передаче Натянута на определенный уровень Если бы я весил килограмм 150 Ну не 150, 100 Я бы натягивал цепь по другому Я бы ее посильнее ослаблял Чтобы Когда я садился на него Она в определенный момент была натянута Но среднее натяжение цепи То есть которое я для себя выбрал И которое вообще все советуют Это вот в спокойном положении Когда пидбайк просто так стоит Цепь должна Ну сейчас покажу Должна вот в этом месте Вот так вмещается Два пальца Сейчас она Перетяну Слабо немножко Сейчас я ее еще оттяну То есть где-то вот так Вот Два пальца Я ее для себя еще чуть Наверное ослаблю Хотя в принципе Вот так вот сойдет Еще пару раз Вот так Вот Вот это вот мое натяжение цепи Когда пидбайк стоит В спокойном положении То есть у меня цепь вот так вот Ходит Теперь суть в чем Как вообще В идеале правильно натягивать цепь Вы Аморт отсоединяете от Как называется Заколовый вылетел От маятника От заднего Отсоединяете У вас мотоцикл падает вниз Вы упрямляете Задний маятник Параллельно Земле Натягиваете цепь Чтобы она прямо у вас Натягивала То есть она вот Чтобы вот такая вот у вас была Все натягиваете И потом его опускаете И она у вас прямо болтается Для некоторых людей Сейчас в комментариях Могут написать То что я перетянул цепь Некоторые могут писать Что я ее не дотянул Но я вот на такой цепи катаюсь И когда я сажусь на мотоцикл Она Почти как Струна То есть когда я Поднимаю мотоцикл в вилле И заднее колесо Нагружено больше всего У меня цепь как струна То есть как это и должно быть Я сейчас могу нагрузить мотоцикл Своим весом Можно посмотреть Какого степени будет Цепь Вот она еще немножко ходит То есть когда мотоцикл будет ехать Она будет нагружена еще больше И когда я буду поднимать вилле Она будет нагружена больше Вот этого ненатяжения Вполне хватит С этой стороны значит Я выставил Теперь я что я делаю Теперь я контрагаю Беру лампу Свечу вон туда внутрь Если там видно То если видно сейчас на камеру Не знаю Там внутри есть рисочки По которым надо натягивать цепь Я сначала настраиваю примерно по рисочкам Цепь Чтоб она вот ровно была по рисочкам А потом считаю вот эти витки Которые здесь торчат И сравниваю витки И как правило у меня погрешность Там один виток Может полтора витка То есть не очень страшно Вот сейчас здесь раз-два И там еще немножко Если вот так вот тяжело определить То по шляпке можно смотреть Вот шляпка начинается от второй рисочки Сейчас с другой стороны до того же уровня Буду натягивать Вот я Поставил новую цепь И натянул ее Вот ее натяжение Тут я ее по второй риски То есть если я сюда смотреть То вот эта вот ступенька Она прям на вторую риску заходит Сейчас я затягиваю заднюю ось Вот проверяющее натяжение цепи То есть попрыгаю на мотоцикле сверху Своей задницей И потом перейду вперед Менять колодки на переднем суппорте И прокачивать тормоза Немножко туго я затянул цепь Вот сейчас я попрыгал сверху Посмотрел что я перетянул И сделал вот так вот под три пальца Вот у меня ход Вот такой вот Все Ось я сзади затянул Сейчас значит я ее пропшикаю Мотюлем Для цепи Специальным средством И Уже к тормозам приступлю Значит Наверное сниму как смазывает цепь В цепи самое главное Смазать вот эти вот сами звенья Вот Чтобы эти звенья смазать Я значит беру носик самого спрея И направляю Вот если отсюда смотреть То вот Вот сюда где-то Сюда 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 И вот так вот всю цепь пропшикиваю Если уже Прям экономить То можно Прям по одному пшику делать Или же вот так просто Ну нажимать И пропшикивать Все Звено целиком Ну посередине вот Не обязательно пропшикивать Главное вот эти вот все звенья Пропшикать По бокам Вот Сейчас значит сниму Как я это делаю Где-то у меня смазка здесь была Вот Мотюль смазка Так вот Каждое звено беру С одной рукой конечно неудобно До хрена конечно я его пшикиваю Смазки надо еще давать Время чтобы она свернулась Это несколько часов Вообще Когда времени много И когда ты ничего не снимаешь Когда у тебя все руки свободны Я беру бочку Вот эту вот На которой сейчас двигатель стоит Ставлю на нее мотоцикл На эту бочку Кручу потихоньку Заднее колесо И смазываю цепь Все я сейчас значит до конца Смажу цепь хорошо уже И буду снимать Как тормоза делаю Все цепи все промазано И вон даже видно Зеленая смазка Теперь буду Сначала значит поменяю колодки Если замены колодок поможет То не буду прокачивать тормоза Если не поможет То и тормоза прокачаю Значит Что нужно чтобы поменять Передние колодки Сначала нужно сам суппорт открутить Он держится вот Два болта На двух болтах То есть я их сейчас откручиваю И суппорт падает вниз Тут все просто Тут не так как задним Тут Раз-два и все И готово Сейчас значит откручиваю эти два болта И показываю как менять сами колодки Вот Снял я эти Начали они поддаваться Крутиться Два болта Вот Что хотел На что хотел обратить внимание Вот между этими болтами И самим креплением суппорта Есть вот здесь такие проставка Вот тут проставка Вот она шевелится И там снизу проставка Их важно не потерять Потому что Если их потерять То у вас сам суппорт криво встанет То есть я сейчас откручиваю эти два болта Снимаю эти две проставки Куда-нибудь их кладу Чтоб не потерять Вот Сейчас досниму суппорт И покажу уже как сами колодки менять Вот на таких двух болтах они держатся И вот эти проставки Вот Как значит снять сами колодки Вот значит тут у меня колодки конечно еще побегают Но раз уж купил новые то заменю их Колодки держатся Вот тут на двух болтах Которые откручиваются шестигранниками У меня шестигранников человеческих нет Есть только вот такой Поэтому я возьму отвертку И вот таким вот образом буду откручивать сами колодки Вот я открутил Вот колодки сами вылезают оттуда Первая Ну вот сейчас Вон они внутри торчат Сейчас вторую тоже сниму Вот И покажу износ колодок сами Посмотрел я значит на износ своих старых колодок Он вообще копеечный То есть они еще бегать смогут долго Сейчас протру их всех От этой ржавчины Потому что катался я зимой А зимой разбрасывают реагенты Из-за реагентов просто все ржавеет Даже то что не должно ржаветь Оно все равно ржавеет Сейчас почищу их Вот И поставлю назад эти Получается не тормозит он из-за того что там Не прокачано они хреново Или пузырек воздуха туда попал То есть Какая ситуация Я открыл бачок посмотреть что там жидкость А там жидкости прямо у столичка на дне было И она все черная была уже То есть сейчас Прокачаю туда тормоза А я колодки поставлю эти же Ну как ставить их я думаю понятно В обратном порядке Просто туда их запихивать внутрь Там единственное что там пружинка внутри Железная Нужно их поставить и надавить на них И потом просто Этими двумя болтами попасть Отверстие в колодках Сейчас такой прикол был Смотря когда на колодки я взял внешнюю колодку А на нее нагрузки меньше чем на внутреннюю И когда уж начал ставить Увидел то что на внутренней колодке Износ все таки есть Где то Износ где то процентов 50 То есть все таки я новые колодки возьму Да поставлю Или просто сейчас Одну возьму Да ладно все равно Возьму две новые колодки И поставлю их сюда Решил все таки с новыми колодками Потому что 50% износ тоже не очень хорошо Вот я колодки наживил То есть я надавил на них вниз Чтобы они в пружинах вниз ушли И надавил на эту шпильку И она туда внутрь зашла Все сейчас закручу их И поставлю суппорт назад Когда я значит поставил новые колодки И попытался суппорт поставить на тормозной диск То увидел что расстояние между колодками Оно очень маленькое Потому что колодки поставил новые И они больше То есть что мне сейчас нужно Сейчас мне нужно опять снять колодки И сами поршни Вот Вот эти вот поршни Стальные Надо их затолкнуть назад То есть это будет тяжело затолкивать Но это реально То есть я когда задний менял Колодки Там было вообще все плохо И они сточены были Прямо до этого Стальной пластины И я их достаточно далеко толкал внутрь Тут буквально чуть-чуть их надо толкнуть Сейчас значит опять сниму колодки И покажу как назад заталкивать эти поршни Снял я колодки Вот значит два поршня И как назад заталкивать Берете тряпочку Владите вот на эту вот кромку Чтобы она вам пальцы не резала Берете суппорт двумя руками И туда внутрь давите большими пальцами Она очень туго Но она заходит туда внутрь Вот только так Больше никак Ну или Открывать бачок Сталкивать ее туда Потом прокачивать тормоза Я не хочу это делать Хотя тормоза все равно прокачивать буду Сейчас такую силу туда задавлю И поставлю тормоз Вот я разжал поршни Поставил колодки И вот он без проблем надевается на диск Что я хочу сказать Если у вас не получается разжать колодки Ой, разжать поршни Вот, чтобы он наделся на диск Значит, берете там Отпускаете ручку Просто отпускаете Снимаете вот эту пимпочку И откручиваете Вот эту вот штуку Клапану Потом нажимаете на ручку Вот Не отпуская ручки Затягиваете этот клапан И отпускаете ручку После этого попробуйте Если не получается То придется уже Из суппорта И самого жидкость спустить Через этот же клапан Вот Ну вот у меня благо Получилось Вот Если не получается То только спускать жидкость Но все равно сейчас тормоз Придется мне прокачивать Потому что у меня там тормоз Уже вообще никакой Работает он очень плохо Поэтому сейчас Я устанавливаю суппорт И начинаю прокачивать тормоза Вот я надел суппорт Не забыл про проставки Вон они крутятся там Сейчас его осталось Только закрутить Вот И приступить к прокачке Как значит прокачивать Тормоза Прокачка как у нас производится Вот к этому клапану Присоединяете какой-нибудь Шланг Чтобы видно было Какая жидкость выходит И с пузырьками Или без И этот шланг Опускаете в какую-нибудь Емкость Чтобы не капать Тормозной жидкостью Потому что это кислота Тормозная жидкость Она все разъедает Вот Что дальше делаете Дальше сверху Несколько раз нажимаете на тормоз Потом сверху тормоз зажимаете Не отпуская его Зажимаете тормоз Этот клапан Отпускаете На несколько секунд Потом закрываете клапан И отпускаете сверху тормоз Вот эту вот Вот эту вот Нехитрую операцию Придется повторить несколько раз Когда вы ее повторите Несколько раз У нас тормоза Станут идеально вон как я на пинбайке Андрея прокачивал тормоза вот так они до сих пор, хотя он на нем и не катался, но они тормозят сейчас покажу какой у них ход, вот ручки ход вот тут она уже встала все значит затянули мы суппорт сейчас все уберусь посмотрю как я его поставил если вы поменяли колодки и у вас новые колодки стали черкать о тормозной диск это ничего страшного, потому что конечно если вы не совсем через жопу его поставили, потому что колодки они другие немножко спицам уже тоже плохо вот колодки они другие, они черкать в любом случае будут, они потом притрутся через несколько покатушек и нормально будет надо спицы мне протягивать ход сегодня еще спицы буду протягивать ну все, начну я тормоза прокачивать значит сначала я откручу ручку, поверну ее, чтобы добраться до тормоза, до бачка с жидкостью сейчас открою, потом открою бачок, посмотрю что внутри чтобы быстрее прокачивать тормоза, я вот так ручку снял и саму ручку тормоза можно нажимать глубже вот бачок открутил, вон там жидкость ужасная уже, черная все а снизу что я сделал на этот ниппель надел шланг на клапан этот сюда ключ повесил, чтобы удобнее было крутить шланг направил стаканчик, а стаканчик в 5 литровку с питьевой водой, обязательно с питьевой чтобы если она туда капнула, я это выпил нужно было бы умереть ну так, осторожно поставить ничего, она не шатается, потому что там вода налита ну все, сейчас буду прокачивать, как прокачивать сейчас несколько раз нажимаю вот, потом зажимаю тормоз открываю клапан закрываю клапан и опускаю ручку сейчас поставлю камеру, чтобы видно было и буду все это дело делать кстати, заметил то, что же просто стояла просто так без дела уже не в герметичной упаковке она пожелтела вот она была белой такой а сейчас она такая желтоватая мне это вообще не нравится ну я думаю, ничего страшного, тормозить будет как хорошо, тормозить и дрожать вот у меня Все, тормоза прокачаны. Все я сделал. Холодки поменял, тормоза прокачал. Цепь поменял. Все, отлично. Теперь нужно додуматься, куда тормозную жидкость вылить. Ставлю я пока сюда. Я хочу, чтобы кто-нибудь в комментарии написал, почему тормозная жидкость со временем желтеет. И влияет ли это как-то на ее качество. Потому что если влияет, то мне придет еще раз прокачивать тормоза.